1, 2, 1, 2, 3, 4 3, 4 Леталька Привет! Можно с тобой не только познакомиться? Меня звать Виталий, а тебе Ира, уже Анжела, Анжелина. Анжелина, это мой сценический псевдоним. А ты что, снимаешься? Ну конечно. Ну что, не видно? Тогда, может, поедем до меня домой? Я уже там как-то расплачусь. Я в кино снимаюсь. А если я в кино снимусь? Разве что это будет «Титаник». Я не «Титаник», я «Виталик». Подождите, а вы куда? Я? Сниматься в кино. А, вы, наверное, комик. Я не комик. Я нормальный. В смысле, по телочкам. В общем, вам туда первая дверь налево. Удачи. Угу. Угу. Ну, а во дворе с ребятами? Ну, честно говоря, слышал-слышал об этой картине, но не видел. Скажите, а правда кажут, что у вас в кино все через пустя? Ну, честно говоря, да. Почти все проходят через продюсера. Тогда мне надо продюсер-высокая блондинка с четвертым размером и передайте ей, что ради роли я согласен на все. А, я понял. Вы же комик. Я не комик. Я натурал. Уважаемые Джоли, Анджелина и Брэд Питт. Стоп, дорогая Анджелина и Брэд Питт. Мы слышали, вы усыновляете кого попало. Он и Пупа. Удочерите нас, Богданевна и Евгеньевна. И возраст не указывал. Чтобы до северного. Подождите, пожалуйста, постойте. Спасибо. Понимаете, просто нужно некоторые документы оформить. Какой у вас опыт съемок? Так, во-первых, успокойтесь. А во-вторых, ну, який. Я уже 15 лет телочек снимаю. А, подождите, я поняла. Так вы комик. Так сколько раз повторять? Я не комик. Я нормальный. Ну что, извините, мне еще последний вопрос. Согласны ли вы принимать участие в эротических сценах? Согласен. Да я ради этого сюда и пришел. Камера, мотор. Я не достанусь тебе никогда. 7.12. Любязный бум в кадре. Пари готовились. Помните, больше страсти. Больше понимания друг друга. Начали. Теперь делай со мной, что хочешь. Я твоя. Я тоже твой. Тоже делай со мной все, что хочешь. Прекратите, Виталик, что же вы делаете? Вы что же вы делаете? Скажите, у вас же такой текст. Такой текст. Вы должны сказать, уйди, порочная женщина. Да, я жива. Все, я все понял, да. Третий дубль, ну что ж такое, Виталик. Приготовились. Начали. Теперь делай со мной, что хочешь. Я твоя. Я б с удовольствием сделан, чтобы все же хочу. Но я должен сказать, что я женат. Стоп! Стоп, Виталик. Ну, Виталик, ну что ты делаешь? Скажи мне, что ты не понимаешь своего героя. Я не понимаю. У него глубочайшая психологическая травма. Травма. Да у меня 15 лет глубочайшая психологическая травма. Ну, так в чем же дело? Ну я же холостой. Стоп, иди сюда. Вот так крупненько взяли. С той же интонацией. Я женат. Я женат. О-о-о. Снято. Больше никогда не буду приглашать на серьезный ролик комиков. Я не комик. Я просто не женат. Ну, как он мог не приехать? Как он мог не приехать? Да возьмите кого угодно. Да вот, хоть вот этого возьмите. Извините, а вы не хотели бы у нас сняться? Там роль буквально на 20 минут. То я? Ну, а я надеюсь, гонорар нормальный? Была вчера в кинотеатре в 3D. В 3D? В 3D. Вот я на телефон сняла, дивись. Дивись. О-о-о. И что? Ничего не понятно. Какой-то хвеговый фармак. Непросто выкинутое деньги. Убийство произошло между 6 и 7 часов утра. На теле видны явные признаки насильственной смерти. Я извиняюсь, а может, мне лучше в камеру дивиться, чтобы лицо было видно? Стоп! Виталик, ничего не говорите, ясно? Молчите. Понятно, что тут непонятно. Все, еще раз. Начали. Убийство произошло между 6 и 7 утра. На теле видны явные признаки насильственной смерти. Так, Виталик, кто это такой? Что? Чего вы крутите? Ну, я руку залежал. Так, все. Утянитесь лицом в пол. И чтобы я вас не слышал. И не крутитесь. Ладно. Все, еще раз. По команде. Начали. Убийство произошло между 6 и 7 часов утра. На теле... Виталик! Что? Ну что, что? Если бы вас уткнули носом в ковер, я бы подивился на вас. Чихали вы чи не? Так, все. Идите вон из площадки. Мне эта роль между прочими сразу не понравилась. Извините, пожалуйста, а вы свободны сейчас? А я? А что, в тебе здесь где? Понимаете, у нас занимается стей на покушение на Гитлера. И нужен дублер главного героя. Играть Гитлера? Никогда в жизни. 200 гривен. Я согласен. Идите. Привет. Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Гитлер, а тебя я? Ева. Может, Гретхен, там, Марта. Стоп! Что? Стоп, Виталик. Ну, почему подошли к машинистке? Вы же должны подойти и ругать генералов за то, что они не взяли Лондон. Мы же говорили с вами, Виталик. Ну, а я думал, что это только репетиция. Давайте высыпем на исходы. Быстро-быстро. Хорошо. Приготовились. Кино и немцы, 2.14.11. Внимание! Пуфканы! Начали! Привет! Я вам что сказал сделать? М? Взять Лондон? А вы что сделали? Мозгов мало? Я сколько вам дал солдатиков? Что тут сложно? Перешли, раз, два, сюда, туда, туда, все, все. Ги-ги-ги. Все, взяли. Виталик, стоп! Что? Ну, что вы несете? Вы же должны говорить на немецком с немецкими генералами. А, ну, не вопрос. Давайте. Да здесь фантастика. Ой, я... Ой, я... А, ау... Стоп, стоп, стоп! Ну, что это такое? Ты что, немецкий, что ли? Та не надо рассказывать. Я продавився все немецкие фильмы. Вони там только так и разговаривали. Все, стоп. Ищите другого дублюра. Ну, и ладно. А пока вы ищите другого дублюра, можно я в солдатиков поиграю? А ну, а ну, а ну, оп, оп, оп. Что такое? А ну? Типаж. Я не типаж, я Виталик. Так, сейчас свободен. Ну, да. Бегом в костюмерную. П-п-п-п, подожди. Нормой в костюмерную. Так, а что надо наденать? Я все расскажу. Здрасте. Здрасте, какой у вас размер? Размерительное главное. Главное – это умение им пользоваться. Но мне приятно, что вам все интересно. Так, молодой человек, я про размер вашей одежды. А, одежда мне неинтересна. Эммочка. Что? Эммочка. 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 Очень приятно, Эммочка. Виталик. Размер одежды ваш, Эммочка. Та шо вы про цей размер? Вы шо, каждый день Бэтмена бачите? Так, идите переодевайтесь. Ого. Ух, Дановна, я не поняла. Чего я нашусь с глазами? Чи тут везде Виталька? Конечно, с глазами. Это же известные американские актеры. О, это Арнольд Шварценеггер. Американский актер. О, это Роберт Даунито-младший. А, а вот это? А вот это вообще Натали Портмане. Ты подиви, Богдановна, уже даже в Голливуде все хотят на нашу Витальку быть похожими. Дубочка. Итак, вы супергерой. Вы спасли мир. Да. И вот вы приезжаете домой, и жена хочет вас отблагодарить. Но, но, вы устали, вам ничего не хочется. Вы падаете на кровати и засыпаете. Все. Жена очень разокрована. Все, по команде начнем. Камера. Мотор. Бэтмен спасает Украину. 17-1-15. Начали. Мой супергерой хочет ласки. Давай забудем все. Хватит. Мир обойдется без тебя. Что вы делаете? Что вы делаете? Отпустите. Что вы делаете? Выйдите. Дайте пару минут и потом продолжим. Да что вы делаете? Отпустите меня. Помогите. Панду на переезде поездом сбила. Фильм. Первое место в мировом прокате. Одних спецэффектов на 100 миллионов. Конечно. Они же Паттисон в роли панды. Вот увидишь, им еще ласкара дадут. Скажите, Виталик. Вы за тобой получили такую престижную награду. Кого ваше главное на будущее? Ну, во-первых, я поеду с телечками на острова отдыхать. А потом поеду покорять голливуд. Потому что я еще тот кадр. Виталик! Виталик! Какой оливковый! Мама! А ну марш домой. А то я сейчас этим временем таке кино тебе построю. Я тебе сколько сказала быть дома. Мама. Ты что на часы вообще не смотришь? Ура, ура! Ура, ура! Ну, а сниматься в кино легче, чем снимать телечек. Да. Если плохо снявся, то всегда можно переснять. А вот если плохо сняв телечку, то второе шансов же не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры достойно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...